Ангелина Тарасова – постоянный гость открытых уроков. В школу ветерана Великой Отечественной часто приглашают для беседы с учениками. Зовут и на дне открытых дверей в Нырьянмарский сберком. Ангелина Ивановна – пример патриотизма и гражданственности. Рассказывает, в жизни ни одни выборы не пропустила. Помнит, как в советское время и голосование толком не было, как с ликвидацией внутрипартийной позиции выборы приобрели чисто формальный характер, превратились в выборы без выбора. Но потом ситуация стала меняться. Альтернативное голосование – первый в истории страны всенародный референдум и в июне 1991-го – первый в истории России выборы президента. Тогда было же, как ты пойдешь, музыка, кругом, везде рекламы, по телевизору, по радио, везде. И там, в городе. Так что всегда, никогда не пропускала между прочим, всегда ходила. И радость ей, и все были, потому что все время идти на голосование – это знать, за кого, чего, каждого знали тогда. Тогда, в начале 90-х, в стране, по сути, произошла перезагрузка избирательной системы. Она сложилась в рамках крупномасштабной избирательной реформы 93-95-го. Всенародное голосование, новая конституция и принятые федеральные законы о выборах. Первой избирательной системой стала мажоритарная, когда используется одна и многомандатная круга. Победитель определяется квалифицированным большинством голосов. Затем пришла пропорциональная. Она обеспечивает соответствие между количеством голосов избирателей, полученных списком кандидатов, и числом доставшихся им мандатов. Есть и определенный барьер, который необходимо преодолеть для того, чтобы участвовать в распределении этих самых мандатов. Но сейчас пришел черед смешанной системы. Она соединяет положительные стороны предыдущих систем. Демократизация избирательной системы открыла в первую очередь перед молодыми и активными большие возможности. Так в Нинецком округе начал работу уже пятый созыв молодежной палаты при собрании депутатов. Инициативная молодежь не просто сидит в высоких кабинетах, а вносит реальные предложения, которые становятся проектами и обретают воплощение в делах. Были заслушаны представители различных структур. Общее мнение, к которому пришли участники, сложилось одно, что необходимо продажу слабоокогольных напитков как можно более сокращать, поскольку это чрезвычайно вредно для здоровья, особенно для молодого организма, который зачастую является наиболее часто употребляет такой алкоголь. Благодаря молодежной палате появилась еще одна памятная дата в окружном календаре День памяти участников военно-транспортных батальонов 1941-1945 годов. Еще один проект – «За чистые выборы». Инициаторы сформировали молодежный корпус, который в качестве наблюдателей присутствует на избирательных участках во время выборов. Задача эта не из простых, учитывая географию участков Заполярного региона. Работать приходится не только в городе, но и далеко в тундре. Специфика голосования на Крайнем Севере такова. Прийти на участок и опустить бюллетень в урну может не каждый оленевод. Тогда участок идет к нему сам. Члены избиркома на вертолетах отправляются в тундру к оленеводам-кочевникам, чтобы те выполнили свой гражданский долг. Накануне 8 сентября единого дня голосования специалистам избиркома ежедневно приходилось обретать десятки, а то и сотни километров. Спецборд из Нарьинмара расстояние в 60 километров до района Сопки Орловая преодолевает почти за полчаса. По плану – визит в бригаду оленевода Эдуарда Вылка. О месте встречи договаривались заранее, по рации. Для избирательной комиссии голос каждого кочевника очень важен. Значит, читай, однокамнивайся, определяйся. С одного пастбища вертолет берет курс на другое, соседнее. Переносной участок разворачивается за считанные минуты. Герману Ордееву выручают четыре бюллетеня. Помимо выборов в Архангельское областное собрание, одновременно проходят и выборы в органы местного самоуправления, в Пустодерский сельсовет. Оленевод свой выбор делает долго. Пришли, проголосовали, галочку так поставили. И все. Последний раз когда голосовали? Не помню, сейчас в тундре бывает. За ходом голосования наблюдает заместитель председателя избиркома Ниньского округа Максим Горелий. Как и многие его коллеги, он контролирует выборы в труднодоступных местах. Чтобы лично убедиться, все правила и регламенты соблюдаются даже в таких удаленных уголках. На сегодняшний день у нас досрочно проголосовало порядка где-то 250 человек. Из них 200 – это именно оленеводы и рыбаки. А 50 – это жители тех поселков, где не был образован избирательный участок. Это деревня Мгла, деревня Устье и поселок Варни. На процедуру голосования в среднем уходит 15 минут. За это время избирательной комиссии необходимо дать право голоса каждому. Впрочем, в этот раз выборы прошли намного быстрее. Гражданский долг выполнили всего 6 человек. С учетом того, что каждый час летного времени в среднем стоит 100 тысяч рублей, избиркому каждый голос кочевника обошелся примерно в 30 тысяч. Но деньги для системы не главное. Куда важнее, чтобы каждый избиратель, вне зависимости от местонахождений, политических пристрастий, смог сделать свой осознанный выбор, выполнив гражданский долг.